Да, новостях, там, и смотришь, там убили столько-то, там еще произошло столько-то, там кого-то избили, знаешь, там смотришь, потом начинают блогеры из телефонов загружать, мама дорогая, да ты смотришь, как этих людей убивают, как свиней, просто на улице, ну как, как это может происходить, ну люди, ну как, как, в наше время, в европейской стране, в центре, ну как? Как? Так вот, я к чему веду, и вот эти все всплески и вот этих эмоций, вот этих событий, которые происходили, они привели просто к одному пониманию, что мы разные, просто мы разные, понимаете, не братья, вот, и вот эту тему я к чему веду, что я когда вот это смотрел, я, вот бывало, что, ну как-то или в чате, или в чем-то, списываешься там с людьми и начинаешь какой-то диалог, и начинаешь этот диалог, и ты слушаешь человека, и просто говоришь, ну пойми меня, человек правильно, я не брат тебе, я не сестра тебе, я не родственник тебе, я просто совсем другой человек, я тебе ничего не должен, что ты хочешь от меня, что ты мне собираешься, что-то меня убедить, доказать, ты мне нахуй не нужен, просто-напросто человек, понимаешь? ебись там своей, там, ну, Самаре, там, или где ты там, или фиг его знает, где ты там, ну, понимаешь? мне здесь не херово, понимаешь? мне херово, когда вот ты начинаешь мне что-то вот рассказывать, как мне жить в этой стране, а мне здесь очень обалденно. я заметил так много об этом говорят. а? я заметил, что об этом много говорят. и уже, и вот понимаешь, уже сейчас, вот в блогерской вот такой вот теме, я сейчас заметил, что сейчас вот эта тема, именно, блогеры очень сильно начали говорить. просто, ну, ну, как, простыми словами, поймите, мы не братья, мы не сестры, мы не родственники, мы никто, ни вам, ни нам, все, забудьте и отъебитесь. отъебитесь, просто-напросто. ну, такое, такие размышления, знаешь, ну, невозможно без этого жить, я тебе говорю, ну, в прошлом году, ну, это война, она убила полностью все заказы, просто никакой фигни, это Донбасс, это Крым. сколько, у меня, сколько было заказов, у меня работа вообще начиналась там из этого самого. январь получается, да, конец января, все, Крым уже садил пеньки, садил мицели, все им нужно было, начали, даже туда отправлял уже какие-то маточные мицели, какие-то нашел производители, там реально были люди, которые с деньгами могли платить, действительно, за продукт, тут на тебе. началось какое-то движение, начались какие-то херз на шо, блин, людей загнали, какое-то стойло, блядь. ну, я тебе серьезно говорю, ну, 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 это, ну, 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 даже не знаю, даже слов не нахожу, правильно это все объяснили? теперь, ну, как тебе сказать, ну, я не могу злорадствовать на этом Донбассе, в Донецке, вот где сейчас вот это происходит, все вот эти вещи, там было мощнейшее предприятие, те самые огромные вообще в Украине, которая обеспечивала весь сектор, сюда и туда, и что, ну, и понятно, что, вот, ситуация, дальше мы все знаем, мы все видели, вот такая вещь, ну, как сказать, ну, не будешь злорадствовать, ну, реально просто по, например, уже по этому сезону, в этом году, ну, реально видишь, что, значит, ситуация сильно изменилась, то есть недостаток этого Донецка, ну, недостаток, ну, подожди, подожди, сейчас, 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 меня там, сепартисты там скажут, что недостаток, у него нету недостатка, именно недостающего этого предприятия, который производил вот этот мицелий в Донецке, не то, что недостаток, просто, ну, этого предприятия, когда выпало, образовался просто огромнейший вакуум, вакуум в производстве, там очень сильно, там, популяризируется вот эта тема, Донбасс кормил там Украину всю, но говорит, сейчас, ну, а нету Донбасса, а как Украина живет?